Всем привет! С вами Валентина. И сегодня я поделюсь с вами еще одним вариантом экономного и разнообразного меню, но на два дня, на семью из четырех человек. Кому интересны простые рецепты из самых простых продуктов, то обязательно подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Давайте разберем закупку продуктов и продуктов, которые у меня есть в наличии. Это курица, гречневая крупа, лаваш, яйца, сахар, репчатый лук, 3 килограмма картофеля, морковь, кефир и подсолнечное масло. Из того, что у меня было в наличии, это капуста, мука, кетчуп, горчица, немного осталось сметаны и разрыхлитель теста с ванильным сахаром. С ценами на продукты и со всеми подсчетами можете подробно знакомиться в описании под видео. А мы приступаем к приготовлению завтрака. Сегодня на завтрак приготовлю рулет из лаваша с овощами. Это простой, вкусный и полезный завтрак. Так как для этого рецепта нам понадобится куриное филе, я уже разрезала курицу. Кости я буду использовать на бульон. Филе от окрачков и филе от одной куриной грудки приготовлю на ужин. А вот вторую грудку сейчас отварим. Лаваш смазываем сметаной, перемешанной с кетчупом. Вместо сметаны можно использовать майонез. Выкладываем капусту, нарезанную тонкой соломкой. Если есть, зеленый лук. Морковь по-корейски. Я ее приготовила сама. Ссылку на рецепт приложу в описании под видео. Кусочки отварной курицы и маринованные огурцы. Затем снова добавляем сметану с кетчупом. Можно добавить немного горчицы. Ингредиенты можете добавлять самые разные. Это как раз из раздела. Я его слепила из того, что было в холодильнике. Все сворачиваем в плотный рулет. Можно дать немного рулету полежать и пропитаться. А затем нарезаем на кусочки. Получилось очень вкусно. Я люблю такие рулетики. К чаю приготовим очень вкусное печенье на кефире. По своему вкусу оно похоже на слоеное печенье и в меру сладкое. Все продукты должны быть комнатной температуры. В любую удобную для вас емкость добавляем 150 мл кефира, 3 столовые ложки сахара, разбиваем одно яйцо, добавляем ванилин или ванильный сахар и 70 мл подсолнечного масла. И все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. В 350 г муки добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем и частями просеиваем подготовленную смесь. Как только тесто схватилось, начинаем его замешивать руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Затем делим тесто на равные кусочки. Каждый кусочек скатываем в шарик и накрываем или пакетом, или чистым полотенцем, для того, чтобы тесто не подсыхало. По возможности каждый кусочек раскатываем в тонкий пласт, чем тоньше, тем лучше. И аккуратно сворачиваем в тонкую трубочку. Немного прокатываем трубочку, чтобы швы слиплись, а затем сворачиваем спиралькой, или, как я говорю, улиткой. Конец подворачиваем к низу и немного защипываем для того, чтобы печенье не развернулось при выпекании. Каждое печенье обмакиваем с одной стороны в сахаре и выкладываем или на пергамент, или на силиконовый коврик, как я. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 30 минут. Но всегда смотрите по своей духовке. Вот такое вкусное, красивое печенье у нас получилось. А мы приступаем к приготовлению обеда. В последнее время у меня семья очень любит кушать супы с разными крупами. С пшеном, с рисом, с манкой. А сегодня я приготовлю суп с гречкой и яйцом, или яичной паутинкой. Также на моем канале есть видео с рецептом гречневого супа на овощном бульоне. Ссылку на видео проложу в описании под видео. Я отправила уже в бульон промытые косточки. Бульон у нас скоро закипит. Не забывайте посолить периодически, снимайте пенку и пусть себе варится до готовности мяса на медленном огне. Можете добавить в бульон репчатый лук и морковь. У меня как раз остались хвостики от моркови при приготовлении моркови по-корейски. А мы пока займемся пережаркой. Выкладываем в сковородку с добавлением небольшого количества подсолнечного масла. Сначала мелко порезанный репчатый лук и обжариваем до прозрачности. После добавляем морковь и тоже немного обжариваем. Готовое мясо и овощи убираем из бульона и отделяем от костей. По желанию бульон процедите. Далее в кипящий бульон добавляем зажарку, картошку, порезанную кубиком, хорошо промытую в холодной воде гречневую крупу и мясо. Доводим до кипения и варим на слабом огне 10-15 минут. По готовности вливаем в бульон два яйца, перемешанных с небольшим количеством воды. Перемешиваем и даем прокипеть супу одну минутку. И газ выключаем. По желанию в суп добавьте любую зелень. Приятного аппетита! А на ужин приготовим жаркое в горшочках. Выкладываем на разогретую на сильном огне сковородку с добавлением подсолнечного масла порезанную куриную грудку и два филе от куриных окорочков. Обжариваем на сильном огне до подрумянивания мяса. К мясу выкладываем порезанный кубиком репчатый лук. Перемешиваем и обжариваем до золотистости. Затем добавляем морковь, порезанную кубиком, и обжариваем пару минут до мягкости моркови. Солим, добавляем черный молотый перец по вкусу и любые специи. Я добавила сладкую паприку. Перемешиваем и через одну минуту газ включаем. Так как у меня всего 4 порционных горшочка, все необходимые нам ингредиенты я разделю и также приготовлю жаркой во второй день меню. В горшочке слоями выкладываем курицу, затем картошку порезанную или кубиком, или соломкой. Режьте, как вам нравится. И немного ее подсаливаем. Снова выкладываем мясо, картошку и еще сверху добавляем сметану. Также для вкуса можно добавить кусочек сливочного масла и натертого на крупной терке сыра. Тоже будет очень вкусно. В идеале, это бы красоту выложить в глиняные горшочки да отправить в русскую печь. Но ни того, ни другого у меня нет. Поэтому горшочки отправляю готовиться в холодную духовку при температуре 200 градусов на 1 час. А пока жаркой готовится в духовке, мы с вами приготовим простой, вкусный и полезный салатик из свеклы. А-ля винегрет в упрощенном варианте. Свеклу я предварительно запекла в фольге в духовке. Мне в таком варианте нравится больше. Свекла получается очень вкусная и ароматная. Ее можно и просто запеченную есть. Очень вкусно. Морковь тоже запекла в духовке. Свеклу нарезаем тонкой соломкой и выкладываем в салатник. Добавляем в нее 1 столовую ложку яблочного уксуса и примерно 1 столовую ложку обычной горчицы. А можно взять должанскую горчицу. Перемешиваем и даем так постоять 10-15 минут. А пока порежем соломкой морковь и соленый огурец. Но можно и маринованный. Лук полукольцами. Лучше даже взять красный лук. Затем все ингредиенты добавляем к свекле. Заправляем подсолнечным маслом. Если любите, можно и оливковым заправить. По необходимости подсаливаем и перемешиваем. Пока мясо готовится, этот салатик настоится и будет еще вкуснее. Жаркое готово. Сейчас оно перестанет шкварчать. Перемешаем его и будем кушать с салатиком. Пишите в комментариях, какой рецепт вам больше всего сегодня понравился. До новых встреч! Всем пока-пока!